Эта больница единственная во всем Карасайском районе принимает экстренных пациентов. Именно сюда, на карете скорой помощи, после эпилептического припадка прибыл Султан. По его словам, он очнулся уже в реанимации от сильной боли и увидел, что получил серьезный ожог. 20-летний парень попал в лечебницу после серии эпилептических припадков. По его словам, приехавшая карета скорой сначала отказалась его госпитализировать, заверив, что после приема лекарств ему полегчает, но стало только хуже. Спустя время молодого человека забрали в реанимацию. В реанимации я проснулся от боли. Я проснулся и смотрю, у меня тут на правом боку ожог большой. Пока я за врачами сам не бегал, сам не выпрашивал, они ничего не мазали, не бинтовали даже. Султану объяснили, что он якобы ошпарился кипятком. Но парень в эту версию верит с трудом. Объяснили то, что я в реанимации попросил у них горячий чай. Сознание мутное, как я могу попросить кипяток? У султана эпилепсия, поэтому он нуждается в постоянном наблюдении врачей, которые, как оказалось, не всегда могут ему помочь. Может быть, этот ожог вообще не отчаян, а может, как бы химический ожог. Потому что ожог третьей степени, мне кажется, отчаян уже так не получишь, тем более в реанимации. Обратилась в полицию потом с заявлением, где полицейский, айдос участковый. Он мне сразу сказал, что ой, бесполезно писать заявление, мы этими ожогами не занимаемся. В администрации признали, что пациент был травмирован в стенах медучреждения. Сейчас в отношении медработников, допустивших халатность, проводится служебная проверка. Ожог второй Б, третьей А степени. Проводится предварительное расследование. Завтра мы ожидаем комиссию с комитета контроля качества медицинских услуг и фармаций, которые приедут и будут уже выяснять степень вины, либо не вины наших сотрудников. На данный момент предварительное расследование ведется. Данное происшествие сейчас и на контроле полиции. После получения результатов экспертизы, дело будет занесено в единый реестр досудебных расследований. Данный материал зарегистрирован в книгу учета информации управления полиции Карасайского района. По данному материалу обеспечена полнота и назначена экспертиза. Данный материал направлен для прохождения экспертизы в фармконтроль и управление здравоохранением по Алматинской области. Результаты судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести вреда здоровью. Виновному может грозить уголовная ответственность.